Теперь, я напоминаю, что мы с вами оставили Давида, когда он уходит из Навиот, а там Навиот остается Шауль, и на него опускается пророческий дух. И дальнейшие главы можно понять только в том плане, что остается сомнение у Давида, и это сомнение не может разрешить даже Шмуэль, смог ли Шауль воспринять то пророчество, которое опустилось на него в Навиот. Потому что, понятно, пророчество всегда дается человеку в том плане, в котором он ищет какой-то ответ. Шауль не спрашивал слово у Всевышнего, но, тем не менее, когда опускается пророческий дух, он проясняет то, что человек хотел бы знать. Так всегда с пророками они спрашивают что-то у Всевышнего, или у них есть что-то наболевшее в душе, и в этом плане приходит им ответ сверху. Так вот, Шаулю должен был раскрыться истинный образ Давида, без всяких наносных моментов, которые принесли с собой сплетни о Давиде, наговоры до эго. Он должен был увидеть чистый образ Давида. Вопрос, может ли он это воспринять, смог ли это он воспринять. И вот мы с вами тогда посмотрим дальнейший текст. Я напоминаю, чтобы мы не забыли, что ночью в Навиот Давид со Шмуэлем обсуждали, где должен стоять храм. У них было несколько вариантов, они нашли место. Это Шмуэль передал Давиду свиток Гелата Мигда, что называется такое пророчество, как бы, ну, очень высокого уровня, приближающиеся к пророчеству Маше, в котором были раскрыты все детали будущего храма, как он должен быть построен. Вот этот свиток перешел к Давиду в эту ночь. Теперь мы с вами открываем то, что нам нужно. Так, я нажимаю демонстрации экрана. Но прежде всего мне нужно открыть какой-то ковец. И я сейчас это сделаю. Вот, одну секунду. Одну секунду. Так. Так, есть. Вот, теперь, теперь, теперь я возвращаюсь к вам. Возвращаюсь к вам, чтобы отсюда выйти на этот ковец. Секунду, секунду. Так. Демонстрация экрана. Да. Так, я нажимаю ковец, который нам нужен. И нажимаю совместно использовать. Вот, двадцатая глава. Да, все. Замечательно. Да. Вот, и мы продолжаем с вами. И убежал Давид из Найот, который в Раме. Мы помним, что это Найот недалеко от Рамы. В Раме находится дом Шмуэля. А в Найот находится Бет-Медрар, где его ученики Шмуэля. И пришел и сказал перед Янатаном, что я сделал, в чем вина моя и в чем грех мой перед отцом твоим, что он домогается души, что он домогается души моей. У Давида есть надежда, что у Шауля настало просветление, и о чем-то он успел поговорить с Юнатаном. Или что Юнатан, наоборот, должен стать инициатором разговора между, поговорить с Шаулем, для того, чтобы выяснить то состояние, в котором находится сейчас Шауль. И сказал ему, не дай Бог, не умрешь, ты ведь не сделала, ведь не сделала отец мой большего дела, или большого дела, или малого дела, не открыв мне своих планов. Он всегда советуется со мной. И почему же на этот раз скроет отец мой от меня это дело, не может быть такого. Юнатан уверен в том, что он сможет узнать у Шауля, что у него в мыслях, о чем он думает, и помочь Давиду. И похлялся еще Давид и сказал, хорошо знает отец твой, что нашел я милость в глазах твоих. И скажет он себе, пусть не знает об этом Юнатан, чтобы не огорчился Давид. Оказывается, гораздо прозорливее, или, можно сказать, опытнее, как опытный воин. Он должен представить себе все ходы противника. И он говорит Юнатану, что, возможно, отец скроет от тебя истинные мысли. И он говорит ему, что один шаг между мной и между смертью. Нельзя быть уверенным, что у Шауля наступило просветление. И сказал Юнатан Давиду, что скажет душа твоя, и все сделаю для тебя. И сказал Давид Юнатану, вот новый месяц наступает завтра, и я обязательно должен сидеть с царем за праздничной трапезой. Но ты отпустишь меня и спрячешься в поле до вечера после завтрашнего дня. Новый месяц был праздником. Сегодня мы привыкли к тому, что просто есть молитва особая, дополнительная в новый месяц. Но нет никаких законов. Сам по себе этот день, день новомесяча, остается днем будничным. В прошлом, как мы вот как раз и узнаем из этой главы, новый месяц отмечался как праздник, когда, кроме того, что в храме или в мешкане приносились дополнительные жертвы, старались собираться с семьей, приносили жертву и ели праздничную жертву. Но уж среди царя и приближенных считалось это совершенно обязательной такой встречей, застольем, которое приносит благословение. Считалось, что оно приносит благословение. И за этим же застольем собирались люди, приближенные царя, и решались многие вопросы. В нашей истории имеет значение то, что, как устанавливается месяц, я напомню вам, хотя многие знают, что проблема связана с тем, что лунный месяц, он 29,5 дней. Поэтому получается так, что один раз луна видна с 29 на 30 число, а один раз она не видна с 29 на 30 число, в ночь с 29 на 30 число, видна только следующую ночь. Месяц устанавливаем по свидетелям, которые видели новую луну, они приходили в Сен-Ядрин и сообщали о том, что они видели новую луну, и устанавливался месяц. Это в том случае, если луна была видна с 29 на 30 день. Если она не была видна, то когда заканчивалось 30 число, и свидетели не приходили, потому что не видели луны, то автоматически бой с 30 числа наступал первый день. Мы сегодня знаем, что у нас есть несколько месяцев, в которых 30 дней, а есть месяцы, в которых 29 дней. По установленному календарю, когда сегодня, естественно, не устанавливается месяц по свидетелям, а установлено по расчетному календарю, то есть месяцы, в которых 29 дней, а есть 30 дней. Тридцатый день месяца у нас сегодня считается днем, который мы отмечаем как начало следующего месяца. И после него первое число следующего месяца мы отмечаем как день начала следующего месяца. Поэтому у нас получается два дня нового месяца. Тридцатый день прошлого месяца и первое этого месяца. Это связано с тем, что все 30 число ожидали, в прошлом все 30 число ожидали свидетелей. И, как мы увидим с вами, не только ожидали свидетелей, но считали, что начался праздничный день. Если нового месяца есть свидетели, не приходили, так на следующий день устраивали опять трапезу. И получалось, что две трапезы подряд отмечающие новый месяц. Схема, она простая. Не знаю, как в устном узложении. Может, немножко трудно. Я повторю очень быстро. 29 с половиной дней, 29 дней, 12 часов. Это период обращения Луны. Период, как бы, той картинки, которую мы видим Луну до ее появления, от ее появления до ее исчезновения, 29 с половиной дней. И поэтому один раз мы видим Луну, появляющуюся в ночь с 29 числа, а один раз мы не видим ее. Она появляется только после 30, скажем, на первое число. Если Луна появляется в ночь с 29 на 30 число, то 30 число приходит свидетель, и 30 число переименовывается в первое число. Если свидетель не приходит, то 30 число остается с 30 числом, и на следующий день уже ненужные свидетели автоматически наступает первое число следующего месяца. По обычаю, который мы здесь с вами увидим, 30 числа, когда наступало 30 число следующего месяца, независимо от того, пришли свидетели, не пришли свидетели, начинали праздничную трапезу, отмечали как праздничный день. Не пришли свидетели, значит, на следующий день опять устраивали праздничную трапезу, и таким образом получалось, что Новый месяц отмечали два дня. Это нам поможет разобраться с тем, что происходит дальше. И сказал Давид Юнатану, вот Новый месяц наступает завтра, я обязательно должен сидеть с царем за праздничной трапезой, вот ты отпустишь меня, да, нельзя уйти, покинуть царя без разрешения царя. Это как бунт против царя. Но вот как бы такой исключительный случай, что Давид не хотел беспокоить царя, отпросился у его сына, чтобы он отпустил, и чтобы он не присутствовал на этой трапезе, обязательной для всех приближенных царя. И спрячусь в поле до вечера, после завтрашнего дня. Если, проверяя присутствующих, недосчитается у меня отец твой, и скажет, ты просил, и скажешь, скажи ты, просил, и отпросился у меня Давид, чтобы сбегать в Бетлехем город свой, ибо ежегодная жертва там у всей семьи. Хотел повидать свою семью Давид, который уже находится при Шауле, должен находиться при Шауле постоянно. Он хотел на Новый месяц добежать бегом, до Бетлехема посидеть со своей семьей за праздничной трапезой. Если так скажет он, хорошо, мир, слуге твоему, а если очень достатно станет ему, знай, что решено дурное у него. То есть, если Шауле несется к этому спокойно, хорошо, если он рассердится, это он хочет убить меня. И сделай милость слуге твоему, ибо в союз Бога ввел ты с собой слугу своего. Если есть на мне имена, убей ты меня, а к отцу своему зачем тебе приводить меня? И Ионатан, как мы понимаем, наставит на том, чтобы Давид все-таки пришел. Он надеется, что вот он сейчас переговорит с Шаулем и скажет Давиду, что он может прийти. Давид в это не верит. Давид в это не верит. Говорит, ты меня придешь, придешь своему отцу, он убьет меня. Зачем? Тогда лучше ты уже убей меня. И сказал Ионатан, не дай Бог. И вот он ему предлагает, и сказал Давид Ионатану, кто скажет мне, если то, что ответит тебе отец твой, будет словом жестоким. И они договариваются, и Ионатан говорит, пойдем, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Ионатан Давиду, Бог все сильный, Израиль и свидетель, что выведу я у отца твоего, что он решил. И сразу пошлю к тебе рассказать. И он клянется. И Ионатан, что он обязательно выведает у отца. И не только пока я жив, не лишай меня милости Бога, чтобы мне не умереть. Давид просит его не ошибиться. Не ошибиться, если уж он так настаивает, чтобы он вернулся к Шаулю, что по крайней мере, чтобы он не ошибся. Ионатан заключает союз с Давидом. И сказал ему Ионатан, завтра первый день месяца, и будет замечено отсутствие твое, ибо обратить внимание царь на то, что свободно место твое. И три дня прячься старательно, каждый раз в другом месте, и приди потом к тому месту, где ты прятался в будний день, и сядь около Эвена Азель. Они устанавливают место. Давид должен оставаться за городом, прятаться каждый раз в другом месте. Они устанавливают место встречи на третий день. Но Ионатан говорит, что он и при этом, он не подойдет к Давиду, хотя он будет знать, где он находится. А он сделает вид, что он вышел за город для того, чтобы упражняться в стрельбе луком, и возьмет с собой юношу. И то, что он скажет юноше, это будет условными словами, может ли Давид оставить свое укрытие и выйти и говорить с Ионатаном. Иди, найди стрелы. Если так скажу я юноше, вот стрелы упали, не долетев до тебя, и лежат они ближе сюда, возьми их, то выходи. Вот неважно, где стрелы, неважно, где стрелы, как они были пущены, юноша уже был на каком-то расстоянии, как мы можем представить, должен быть на каком-то расстоянии от Ионатана, для того, чтобы подобрать полетевшие стрелы. И Ионатан скажет ему, что стрелы не долетели до тебя. Не долетели до тебя. Это знак, что Давид может выйти. А если я скажу юноше, вот стрелы упали от тебя и дальше, уходи, ибо отсылает тебя Бог. То есть, если я скажу, смотри стрелы дальше, то это как бы намек, что и ты, Давид, должен быть дальше, не приближаться. И спрятался Давид, как они условились, и сидел царь на месте своем, как обычно, мы попадаем в окружение Шауля, на ту праздничную трапезу, о которой мы говорили, посвященную началу месяца. Он и встал, Ионатан, и сел Авнер со стороны Шауля, и заметным стало незанятое место Давида. У каждого есть свое место, но Авнер, заметив, что рядом с царем место пустое, то он пересел. И когда он пересаживался, то, конечно, стало заметно, что Давида нет. И Шауль ничего, и ничего не сказал Шауль в тот день, ибо подумал, в случае это нечист он, ибо не успел очиститься. Мы понимаем, что едят жертву в ритуальной чистоте, все воины должны быть в ритуальной чистоте, но есть много случаев, когда человек может стать, ритуально нечистым на один день, и тогда он очистится к вечеру. Он опустится в воды Миквы, и придет на следующий день, когда зайдет, человек опускается в воду Миквы, в Миквы заходит солнце этого дня, он становится чистым, и на следующий день он уже может есть жертву. И Шауль думает, наверное, он стал нечистым, и не пришел по этому. То есть Шауль уверен, что Давид свято исполняет закон, который, в общем-то, можно сказать, и закон тоже, это подчиняться царю, и он не может отсутствовать на трапезе, которая как приказ царя, как есть такое понятие постоянно действующий приказ в израильской армии Пакаль, действует постоянно. И постоянный приказ это быть в начале месяца на трапезе. Не может быть, чтобы он ослужился, он, наверное, был нечистым, не мог прийти. А на завтра, на следующий день опять нет Давида, и Шауль спрашивает у Ионатана, почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня к трапезе? И отвечал Ионатан Шаулю, что он отпросился и ушел быть лехим, как они договаривались с Давидом, и сказал, отпусти меня, прошу, ибо семейное жертвоприношение у меня семейный праздник, поэтому он не пришел к столу царя. И возгорелся гнев Шаулина Ионатана и сказал ему, изменник, взбунтовавшийся, вот ведь знал я, что ты выберешь сына Ишая на позор себе и на позор бесстыдству матери твоей. То есть, естественно, гнев Шауля проживается совершенно, как бы, совершенно необоснованный и понятно, что он хотел схватить Давида при первом же удобном, при первом же удобном случае был уверен, что он придет, придет к нему, не ослушается приказа царя. Или, скажем, постоянно действующего повеления царя. И когда это не произошло, он тут же представил себе, что Давид убежал и что в этом повинен повинен Ионатан. Ибо все дни, пока сын Ишая живет на земле, не упрочишься ты и царство твое. А теперь пошли за ним и приведи его ко мне, ибо он должен умереть. То есть Шауль не воспринял правильное пророчество, которое было ему дано. А наоборот, мы знаем, что есть пророчество и есть лжепророчество. Человеку дается какая-то картина, а он может воспринять ее совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Вот примером, скажем, может быть такая картина, которую мы представляем себе из книги Малахим, забегая несколько вперед, что вот пророку показывается одна и та же картина. И вот есть лагерь военный, и в военный лагерь возвращаются воины, спокойно, не бегут никуда. Один пророк истинный понимает, что эта картина означает, что царь убит. он вывел на войну воинов, на которые они не очень-то хотели выходить. И после того, как он убит, они не потерпели поражения, они не бегут. Почему же они вот так вот спокойно возвращаются в свои шатры, не преследуют врага? Он понимает, что царь убит и некому, скажем, незачем больше продолжать эту войну. и они, не потерпев поражения, возвращаются в свои шатры. Другой пророк, лже-пророк, понимает эту картину неверно, и он представляет себе, и он пророчествует царю победу. Победу он видит воины, возвращаются спокойно в шатер. Он не анализирует глубоко ситуацию, ему только, у него же есть как бы предвзятое мнение свое, и он только видит, что нет поражения, и он предвещает царю победу. Первый пророк, истинный пророк говорит о том, что царь погибнет, если он выйдет на эту войну. То есть мы видим здесь, скажем, если мы занимаемся с вами пророками, то мы постепенно понимаем с вами природу пророчества, она очень непростая. Человек должен быть готов к этому пророчеству, он должен быть открыт, он должен быть чисто душою. Тогда помощь, которая дается свыше ему в понимании, истинном понимании пророчества, она как бы срабатывает. Он видит картину, и он видит ее объяснение. то есть самый как бы свет Всевышнего, который приходит вместе с картиной, он сам по себе объясняет ее, он раскрывает ее. Если человек не закрывается от этого света, если ему почему-то по тем или иным причинам изначально эта пророческая картина, пророчество, истина, которое дает Всевышний, оно его не устраивает. Он закрывается от света, от объяснения, он видит картину либо искаженно, либо трактует ее искаженно, и из пророчества получается лжепророчество. И вот здесь раскрывается, что Шауль, естественно, у которого было предвзятое отношение к Давиду, который представлялся ему злодеем, человеком с испорченными качествами души, нехарактерными для евреев, человеком, который угрожал убить его дочь, его же собственную жену, Михаль, хотел убить, если она ему не поможет, он от этого всего не отказался, и пророчество, которое ему было дано, когда ему был показан Давид в истинном свете, оно только усугубило его ошибку. и вот он раскрывает Юнатану, что он раскрывает Юнатану, что он в душе как бы приговорил уже Давида к смертной казни. Здесь проявляется очень непростой закон, о котором предупреждал Шмуэль, сыновей Израиля, о котором мы с вами говорили, что царь в принципе может судить и миловать единолично, он обязан оберегать себя, обязан оберегать свою власть, и поэтому если есть бунтовщики, или если он подозревает бунт, он может приговорить человека к смертной казни, какова его ответственность царя, есть требования к царю, чтобы он действовал всегда в духе Торы, чтобы он ходил с Торой, со свитком Торы, небольшим свитком Торы, привязанным к его правой руке, и это было постоянным напоминанием, что он должен быть предельно честным, предельно справедливым, придерживаться духа Торы, но это все, все остальное как бы возлагается на самого человека, зависит от его личности, честности, уравновешенности, от его стремления служить Всевышнему и народу, нет никаких ограничений, нет никаких ограничений, и вот по этому закону прерогативе царя судить и миловать, судить и миловать единолично, Шауль уже задумал убить Давида, и замахнулся Шауль копьем на него, чтобы поразить его, и узнал Юнатан, что решено это дело у отца, чтобы убить Давида, то есть мы видим, что пророчество, которое было дано ему в нает Шаулю, оно не только не убрало тот дурной дух, то есть его приступы от его ненормального состояния человека, который утратил пророчество, утратил такую близость со Всевышним, он не только не убрало это состояние, но усугубило его, и стал Юнатан из-за стола в сильном гневе, и не ел второй день, и огорчился из-за Давида, и вот Юнатан выходит в поле, они поступают так, они договорились, и он говорит слуге своему беги, найди стрелы, которые я выпущу, слуга побежал, и он выпустил стрелы, и дошел почти до места падения стрел, которые выпустил Юнатан, и окликнул его слуга, разве нужно искать стрелы дальше от тебя, да, и крикнул Юнатан своему слуге, поспеши, поторопись, не останавливайся, да, он говорит о том, что стрелы лежат ближе, и таким образом дает Давиду намек, что он может выйти, но это не намек на то, что Давид может остаться при Шауле, нет, он только может выйти и попрощаться с ним, то есть они договорились не совсем так, то есть он поступает не совсем так, как они договорились, но совершенно не подводит Давида, потому что он знает, что нет никого, кто может их увидеть, он хочет попрощаться с ним, и поэтому он дает знак Давиду, что он может выйти из своего укрытия, И отдал Иннатан свое оружие слуге Иди отнеси в город Он ему велел И слуга ушел И Давид поднялся С южной стороны И пал лицом своим на землю И поклонился три раза И целовали они друг друга Давид уходит Давид уходит в изгнание Это дело не простое Он даже Не может вернуться Пасти скот в отдаленных местах Как это было Когда он был в доме Ишая Повсюду его будет преследовать Шауль И Иннатан хочет проститься с ним И поддержать его И заверить его Что он всегда придет ему на помощь Если только Представится такая возможность И сказал Иннатан Давиду Иди с миром Ибо проклялись оба мы именем Бога Говоря Бог будет между мной и тобой Между потомством твоим И потомством твоим И потомством твоим Навеки И здесь может быть уже Не первый раз Мелькает такая мысль Что Иннатан знает Что Давид будет царем И он берет с него Клятву Или напоминает ему О клятве Что как обычно бывает Когда новый царь приходит Из новой династии Он убивает всех представителей Предыдущей династии И для того чтобы этого Не произошло Иннатан берет клятву С Давида Нужна ли такая клятва Собирался ли Давид Давид убивать Сво потомство Шауля Конечно же нет Мы это увидим И в дальнейшем Но Нужно понимать Что царь не всегда Свободный человек Он не всегда Не всегда волен поступать Так как он хочет Иногда бывают Его вынуждают приближенные Иногда бывают обстоятельства Клятва Давида Что он никогда Ни при каких обстоятельствах Не тронет Потомство Йонатана На этом заканчивается Двадцатая глава И Если есть какие-то вопросы То пожалуйста Вот Можно Можно сейчас обсудить Равзеев Добрый вечер Да Добрый вечер Пожалуйста Хотел по Тридцать третьему Переку уточнить Там вот вроде Шауль разговаривает С Йонатаном А потом сказано И бросил Шауль Копье в него Вот В кого все-таки В Йонатан он бросил Он Он Да 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 Он Да То есть Мы можем представить себе Что он бросил Не для того Чтобы его убить Но просто в гневе Бросил в его сторону Да Или пригрозил тем Что он бросит Копье Да Но Он действительно Он замахнулся На него копьем Ну Окей Что-то хочется Еще спросить Да Если можно Если это уже обсуждалось Я так В середине Да Пожалуйста Там слово Душа повторяется В таком интересном Значении Иногда в значении Жизнь Пощети душу мою Вот в таком Видимо Иногда Вот там Они разговаривают Вначале Йонатан и Давид Что скажет Душа твоя Что-то там Как-то такое Там наверное Разные слова На иврите Стоят за этим Словом И Как-то Это Да Это правильно Я вот Даже не Давайте я подумаю Потому что я сразу Не готов так сказать Да Какие там Разные значения Иногда Иногда Слово Навсиха Да Или Употребляется Как Ты сам Да Ты сам Вот я попробую Я попробую Уточнить это Да И посмотрите Тогда Постараюсь Дать ответ Хорошо Потому что в русском Язычном переводе Часто оно звучит Но явно Не в никаком Не в прямом Значении душа А там что-то Должно быть другое Не всегда Как-то Я например Не улавливаю Наверное Есть Вы правы Есть разные выражения Например На Волоках На Волоках Навшобе копав Как бы Взял свою Душу В свои ладони Это такое Демонтическое выражение Просто рисковал Собой Рисковал Ради Ради тебя Рисковал Собой Волоках Навшобе копав Взял свою душу В ладони Вот я посмотрю Что с душой Делается в этом Перике И постараюсь Тогда дать Ответ Хорошо Что-то Есть еще Сказать Или мы Дальше С вами Движемся Авдеев Скажите пожалуйста Я не понял Что Шауль Получил Пророчество Что он должен Убить Давида Почему Я не понял Из вашего Объяснения Мы не знаем Какое получил Пророчество Мы не знаем Какое получил Пророчество Шауль Естественно Он не получал Пророчество О том Что Не получал Пророчество Убить Давида Ни в коем случае Пророчество Как мы можем Представить себе Так или иначе Заключалось В том Что ему Был Открыт Истинный Истинный Образ Давида Вот Как Каким образом Может быть В видении Показан ему Показан ему Давид Допустим Как человек Спокойный Как человек Доброжелательный Который Не стремится Нанести ему Не носить ему Вред Допустим Так Но Восприятие Пророчества Оно Зависит От человека И пророчество Может превратиться В лжепророчество И ту же картину Которая Показана Шаулю Допустим Спокойного Человека Который Смотрит на него Который Смотрит на него Мягкими глазами Допустим Мягкий взгляд У него Он мог Воспринять Как Как Хитрость Как то что ему То что ему Дается предупреждение Которое Указывает На хитрость Давида На Его Коварство Что Это только Его Скажем Внешнее проявление Внешний облик И он очень Человек Коварный И он вот так Будет спокойно И Смотреть на Шауля Прямо ему В глаза А И такого человека Следует Опасаться Это то что могло Прийти ему Так сказать В голову Под влиянием Этого пророчества Я еще раз говорю Что пророчество Это явление Очень сложное И от пророчества До уже пророчества Один Шаг Человек Должен быть Настроен Воспринять Волю Всевышнего Должен быть Искренним Освободиться От своих От предубеждений От Личного Личностного Какого-то подхода Стремиться К истине Понять истину Открыть свое сердце Тогда Он Воспринял Пророчество Правильно И тот свет Кажем Который дается Вместе с пророчеством Он поможет ему Увидеть Пророчество Правильно Вот А Если нет Если нет То Нет Если у него есть Какие-то личностные Интересы Если он стоит Перед царем И уже хочет Сказать царю Допустим Что-то хорошее И приятное Для царя Что он победит И так далее То мы с вами Видели Вот я привел Этот пример Из Картины Которая дается Во втором В книге В книге Малахим Да Что два пророка Видят одну И ту же картину Один понимает Ее верно Она указывает На то Что царь погибнет А другой Понимает Ее Что будет победа Да Что царь с победой Вернется домой Да Я имею ввиду Что он искренне Воспринимал Это То есть Он так Воспринимал То есть Это не было Обман С его стороны А что он так Действительно Искренне Воспринимал Это пророчество Правильно Он искренне Воспринимал Но Но Вина За неправильное Восприятие Лежит на человеке Лжепророчество Это преступление Почему Потому что человек Обязан Воспринять Пророчество Если оно ему Дается Он обязан Воспринять В истинном Свете Если он Не воспринял Значит Это его вина Понятно Спасибо Окей Да Пожалуйста Да Можно дополнительный вопрос К Михайлу Да Но было уже Как бы нам Презнаменование Что дух дурной Перед этим Пророчеством Он получил Шаур Это может быть И есть ключ К тому Что он увидел То что он увидел Хотел увидеть Это правильно Да Да Пожалуйста Да Да Это правильно То что вы говорите Правильно Да Момент Ключевой момент С которого мы начали В этой главе Да Что уже после того Как на нем был Дурной дух Уже после того Как он Отправился Преследовать Он уже увидел Что Влияние Пророка Шмуэля На Его воинов На его посланных Оно Очень сильное Они сами Начинают Пророчествовать Они не возвращаются К нему После того Как он это все Уже Увидел Он погнался За Он сам Погнался За Давидом И все-таки Все-таки Ему было дано Пророчество Как еще Один шанс Вот И Если бы Если бы Нет обстоятельства Что он попал Под влияние Шмуэля Под его Сильнейшее Пророчество Если бы Нет обстоятельства Это вся бы Глава была Совершенно Непонятно Что там Думать Что там Разговаривать Что там У него Еще спрашивать У Шауля Он уже Два раза Бросал Копьев Давида Зачем Есть надежда У Давида И у Йонатана Что влияние Пророчества Шмуэля Исправило Все Исправило Его представление Шауля Это никто Не может знать Для этого Эта трепанация Черепа Здесь не поможет И поэтому Йонатан Уговаривает Давида Встретиться С отцом А Давид Говорит ему Нет Ты Ты проверь Его отношение Ко мне Да Если бы не этот момент О котором мы говорим О сильнейшем влиянии Шауля На Шмуэля Не о чем было бы Разговаривать То есть наоборот Влияние Шмуэля На Шауля Не о чем было бы Разговаривать Все понятно Он два раза Бросал Копьев Давида Есть надежда Что пророчество Повлияло на него Что пророчество Шмуэля Сильнейшего пророка Который влияет На людей Который раскрывает Истинную картину Другим людям Выводит их На пророческий уровень Есть надежда Что это пророчество Повлияло И на Шауля Можно еще один вопрос Да пожалуйста Конечно Сорок первый пункт Он расстается Расстается с другом Да Вот А Давид понимает Что Судьба Что Всевышний Будет хранить его Как бы ему Не трудно было Он помазан На царство Да И раз И раз Так все Получилось Раз Смена Царства Произойдет Не потому Что Бразды Правления Окей Не потому Что Не так Что Бразды Правления Будут Верны Давидом Так Давиду Так Или Иначе Давид Понимает Что Дальнейшая Судьба Юнатана Будет Трагичной Вот И что Она Неотделима От Судьбы Его Отца И он Причувствует Он Причувствует Эту Трагедию Какие Бы Они Плачут Друг о Друге Плачут Друг о Друге Юнатан Плачет У Давиде Что Тот Должен Уйти Бега И Что Отец Его Будет Преследовать А Давид Плачет У Янатане И Предвидит Предвидит Его Предвидит Его Конец Трагический Конец Из-за Того Пути На Который Встал Шауль Я бы Сказал Что Это Так Что Они Плачут Друг о Друге Ок То есть У него Был Руах Кодыш По сути Дело У Давида Правда У него Был Руах Кодыш Что Такой Руах Кодыш Как Он Пребывает На Человек Когда Он Ведь Ни Один Человек Не Видит Все Даже Сильнейшие Пророки Иногда Всевышний Специально Что-то Скрывает От Одного Пророка Расскрывает Другому Пророку Человек Не Видит Все Видел Ли Сейчас Давид Пророческим Духом Что Янатан Ожидает Тяжелая Судьба Трудно Сказать Но Об этом Можно Было Догадаться Об этом Можно Было Догадаться Что После того Как Шауль Встал На Путь Престав Давида Смена Царства Произойдет Через Через Трагедию И Трудно Предположить Что Эта Трагедия Не Затронет И Йонатана Можно Примерно Вот так Представить Мне кажется Что Как бы Любой Человек Он В Таком Положении Не Любой Человек Но С Опытом Который Был У Давида Он Мог Представить Себе Дальнейшую Судьбу Йонатана Окей Что То Есть Еще Спросители Мы Сделаем С вами Следующий Шаг Давайте Тогда Сделаем Следующий Шаг Значит Что Мы Делаем Секунду Значит Мы Открываем С вами Двадцать Первую Главу Тоже Очень Напряженную Может быть Еще Более Напряженную Чем Двадцать Первая Теперь Мы Делаем Демонстрацию Экрана На Вот И Совместное Использование Да И стал И пошел Йонатан Я надеюсь Текст виден Да Вот И встал И пошел Йонатан Пришел В город И пришел Давид Вновь К Ахимелиху Да Куда Давиду Куда Давиду Бежать Да Везде У Шауля Сагледат И Человек Он Довольно Известный Кто-то Заметит Его Расскажут О том Где Где Он У него Нету У него Нету Ни еды Ни воды Да Ему В общем-то Некуда Некуда Укрыть Некуда И негде Укрыться И Он Думает О том Что ему Сделать Единственное Его Единственное Его Решение Он Идет Вновь Где Стоит Мишкан После того Как Шило Было Разрушено Мы Помним Что Мишкан Его Пологи Успели Унести И Вот Он Возведен Вновь В Городе Нов Не так Не так Далеко От Иерушалайма Ковчег Не стоит В Мишкане Как мы Помним По Обстановке Которую Мы Можем Почувствовать Из этой Главы В Мишкане Нету Большого Числа Людей Видимо Есть Есть Целый Ряд Причин Почему Не приходят Вновь Сыновья Израиля Там Нет Ковчега Завета Но и Без Ковчега Завета Могли Были Собираться На Праздники Быть Собрания Однако Сыновьям Израиля Сказали И это Скорее всего Постановление Шауля Чтобы не Привлекать Внимание Филистимлян Не собираться Большому Большому Числу Людей В Мишкан Он Стоит Более Менее Так В Одиночестве Охраняем И Ковчега Служит В нем Приносят Постоянные Жертвы Если Есть Какие Жертвы Обязательные Которые Люди Должны Принести Они Приходят Туда Приходят Мишкан Но Нету Там Больших Праздников Юнатану Следовало Подумать О том Чтобы Дать Давиду Дать Давиду Еду Дать Давиду Воду Хотя бы На первое Время Он Это Не Сделал И Это Привело Давида К Такой Может быть Неумышленной Трагической Ошибки Он Направляется Вновь Вновь К Первосвященнику Ахимелиху Да И Ахимелих Спрашивает Его Почему Ты Один И Никого Нет С тобой Странно Давид Военачальник Он Выходил Раньше Против Плештием С Большим Отрядом Если Он По Дороге На Какое Военное Задание Или Операцию С ним Должен Большой Отряд Почему Ты Один Это Как бы Не Несвойственно Не Выдавает Человеку В его Положении Передвигаться Одному Нужно Нужно Сказать Что Давид Передвигается Только Ночью И Приходит Мешкан Приходит Мешкан Уже В Субботу И Сказал Давид Мехкан Мы Понимаем Что Все Ограничения На Передвижение На Исполнение Каких-то Работ Они Снимаются Потому Что Давид Спасает Себя И То Что Называется Пикув Нефиш Забота Спасения Жизни Она Здесь Отталкивает Субботу И Сказал Давид Меху Первосвященнику Царь Приказал Мне Одно Дело И Сказал Мне Пусть Ни Один Человек Не Знает Ничего О Деле На Которое Я Посылаю Тебя И О Котором Я Приказал Тебя А С Отраками Назначил Встречу В таком То И Таком То Месте Давид Объясняет Эхемелиху Что Он Вышел На Военное Задание По Поручению Царя И Это Задание Должно Быть Тайным Совершенно Люди Не Должны Увидеть Тем Более Какие-то Дозорные Филистимлян Разведчики Филистимлян Ничего Не Должны Знать О нем Поэтому Они Рассредоточились Все Он Давид И его Небольшой Отряд Якобы Мы понимаем Что эти слова Не очень-то Правдивые Мягко говоря Его Отряд Рассредоточились И они По одному Добираются До Установленного Места Встречи Каждый Каждый По себе И Давид Так же Давид Так же Один И вот Он Зашел Вновь Вновь Кахемелиху Для того Чтобы Пополнить Запасы Еды Своего Отряда А теперь Что есть Что есть Под рукой Пять хлебов Дай в руку Мою Или что Или что Найдется Поскольку Речь идет О военной Операции То Здесь Можно 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 дать Даже И Святое Даже И то Что Даже И то Что полагается Только Кагеном Скажем И Давид Просит Пять Хлебов Есть Разные Есть Разные Посылки Как бы Разные Комментарии Что это Были За За Пять Хлебов Вполне Возможно Что это И пять Хлебов Которые Сняли Со стола Со стола Золотого Стола Который Стоит В мешканне Мы Помним Что в мешканне На золотом Столе Укладывался Хлеб Его Укладывали Его Укладывали В субботу Выпекали В пятницу В Йомшиши И в субботу Меняли Хлеб Хлеб Лежал Всю Неделю И одним из чудес Мешкана Считалось Что этот хлеб Никогда не портился И не блесневел И в субботу Как раз должны были Сменить Хлеб И Хлеба Ели Хлеба Ели Когены Эти хлеба Ели Когены Смена Когенов Ели Их Как жертву То есть Стоя В состоянии Ритуальной Чистоты Давид Давид Просит Эти хлеба Опять же По закону О сохранении Жизни Военный Отряд Он Заботится Не только О своей Жизни О жизни Своих Воинов Он Заботится О жизни Всего Народа И Здесь допустимо Воспользоваться Даже самым Святым То что Положено Есть Только Когенам Почему он Просит только Пять хлебов По всей видимости Десять Это слишком Уже Много Громоздка Для того Чтобы Один человек Мог Унести И Отсвечал Первосвященник Давиду И сказал Нет хлеба Будничного У меня Под рукой А только Хлеб Святой Есть Если Отроки Остранялись От Джон Несмотря На Несмотря На То Что Речь Идет Упеку Нефишу Спасение Жизни И В таком Случае Можно Пренебречь И Законами Ритуальной Чистоты Тем Не Менее Священник Готов Первосвященник Готов Дать Давиду Хлеб Только В том Случае Если Он Знает Что Люди Его Выйдя На Войну Они Вышли В состоянии Ритуальной Чистоты И Отвечал Давид Первосвященнику И Сказал Ему Жены Недоступны Нам С позавчера Как Я Вышел То Есть Он Объясняет Что Они Должны В состоянии Ритуальной Чистоты Если Да Если Забота Если Первосвященник Может Сказать Что Сосуды И Мешки В том Числе И Кувшины Которые У них Есть С Водой Или С Какой-то Провизией Если Это Ритуально Нечисто То Как Я Вышел И Сосуды Отраков Святые Как Сосуды Тех Кто Ест Обычно Будничные Продукты Святости Здесь Мы Еще Одно Узнаем Обычай Который Многократно И Широко Обсуждается В Гемаре Были Люди И Не Только Священники А Даже Обычные Люди Которые Принимали На себя Обед Есть Пищу Даже Будничную В Ритуальной Чистоте То есть Судить За Чистотой Пищи Чтобы Она Не Становилась Нечистой Хотя Об этом Нет Никакой Обязанности Со стороны Туры Но Они Принимали На себя Такой Обед И Сами Они Были В Ритуальной Чистоте Когда Ели Когда Ели Пищу Естественно Это Не Всегда Получалось Иногда Были Моменты Когда Приходилось Есть И Пища Была Ритуально Нечистой И Сам Человек Был Ритуально Нечистым Вот Или Наоборот Пища Была Чистой А Человек Был Ритуально Нечистым Приходилось Есть Естественно Пищу Никто Не Голодал Никто Не Умирал С Голода Но Старались Изо Всех сил каждую трапезу устраивать в ритуальной чистоте, да, отсюда мы понимаем с вами, что ритуальная чистота была не таким простым, не таким простым делом, человек не обязан постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты, но были многие люди, которые хотели, хотели находиться в состоянии ритуальной чистоты, видимо, это давало что-то духовно, давало какое-то особое ощущение мира, мировосприятие особое, и особенно, когда выходили на войну, такой отряд, как Давида, они старались быть в состоянии ритуальной чистоты. К сожалению, здесь нет этого отряда, но Давид рассказывает реальные вещи, как бы те фантазии, которые он рассказывает первосвященнику, они имеют под собой основания и не вызывают никакого подозрения. И даже сегодня может быть освящен помещен сосуды и остаться ритуально чистым хлеб когенов. То есть на сегодняшний день все сосуды, которые мы вынесли, они ритуально чистые. И дал ему предсвященник святой из хлебов, и не было там хлеба, кроме хлеба особого, двустороннего, то есть того хлеба, который кладут на золотой стол, и устраненного золотого стола в мешкане от Бога, чтобы положить хлеб теплый по снятию его. Это нам по дороге рассказывают, и мы понимаем, что он пришел в субботу, Давид тоже. Хлеб меняли в субботу. И вот то, что есть у первосвященника, это хлеб, который только что сняли в субботу, вместо него положили другой хлеб. Этот хлеб должен был пойти к генам, но раз такая ситуация, он будет передан Давиду. А там человек из слуг Шауля задержался перед Богом, и имя его дои, гадуми, главнейший из пастухов, который у Шауля. Главнейший из пастухов – это такое мягкое название, потому что мы понимаем, что речь идет о Саглядата, и мы с вами помним истории, на что говорится про Юсефа. В Юсеф роэе – это хав. А Юсеф пасет скот вместе со своими братьями, и тут же все комментаторы говорят, что дело не в том, что Юсеф пасет скот. Юсеф пасет своих братьев, в роэе – это хав можно прочитать как пасет своих братьев. Не пасет со своими братьями, а пасет своих Поэтому мы понимаем, что выражение пости, оно относится к тому, кто смотрит за другими, присматривается, смотрит за всеми их делами для того, чтобы передать. А здесь Доик, он начальник над всеми саглядатыми, разведчиками, которые есть у Шауля во всех местах. И вот Доик находится в мешкане. Что он делает? Доик в мешкане мы понимаем, что он характеризуется как личность весьма отрицательная, при том, что он является мудрецом Торы, величайшим мудрецом Торы. Его проблема в том, что в гордыне Доик он гер, который пришел из племени Амалика и принял гиур при Шауле. Мы понимаем, как это могло произойти, племя Амалика не было истреблено до конца. И через какое-то совсем небольшое время после, а может быть и до того, может быть и до этой операции, так сказать, против Амалика пришел Доик. Я просто стал думать, что, наверное, до того, потому что иначе бы очень мало времени прошло. Скорее всего, Доик пришел до этой операции, принял гиур. Дело в том, что Амалику не запрещено принимать гиур. Даже про Амалика говорится, что не выходит на войну против, не против кого, даже против одного человека, чтобы не призвать его к миру, не обратиться к нему призыву к миру. Кстати, мы из этого можем понять, что кто-то из Амаликитян может согласиться, присоединиться к еврейскому народу, если есть возможность или даже обязанность обратиться к Амаликитянам с призывом к миру. И вот Доик он один из таких Амаликитян, видим, очень немногих, которые пришли, приняли гиур. Оказался человеком очень способным, стал одним из величайших мудрецов Торы. Его проблема в том, что его, скажем, его обуяла гордыня. Он учился у других великих людей, учился у них в Торе. Но в какой-то момент он начал сам трактовать Тору, исходя исключительно из логических соображений, но не из традиции, или, по крайней мере, не всегда из традиции. Доик был человеком, который оспорил традицию, которая тянулась от Бааза, что Моавитянка может присоединиться к еврейскому народу, и ей не запрещено выйти замуж за кого угодно. Запрет жениться на ком бы то ни было, кроме женщины, кроме женщины, которая пришла и приняла гиур из Моава, этот запрет распространяется только на мужчин. То есть про Моав сказано, что Моав и ОМОН сказано, что они не войдут в общество Всевышнего. И это то, что сказано в Торе. Дальше требуется пояснение, трактовка этого. И вот устная традиция говорит, что это относится только к мужчинам, но не к женщинам. Мужчины могут заключать, даже приняв гиур, могут заключать брак только среди выходцев из своего народа. Женщины нет, на них такое ограничение не распространяется. Мы помним, что Рут, прабабушка Давида, была из Моава, и Буаз женился на ней, потому что он знал эту традицию. И Шмуэль знал эту традицию, что на женщину не распространяется этот запрет. Дойга спорил эту традицию, он был постоянно рядом с Шаулем, и он постоянно ему как бы пел и напевал о том, что происхождение Давида, оно под большим сомнением. Скорее всего, брак был заключен вопреки запрету Торе с Рут. И отсюда испорченность тянется и распространяется во всей семье, и особенно она выразилась в Давиде. Это постоянная песня, которую пел Дойг Шаулю. Теперь Дойг находился в мешкане постоянно по нескольким причинам. Такая служебная причина заключалась в том, что мы знаем, что всегда есть такая несколько конфликтная или напряженная ситуация между царем и священниками, между царем и служителями храма. Есть всегда определенное напряжение, мы это позже можем увидеть. В более позднюю эпоху царей некоторую такую конфронтацию между царем и священником, и первосвященниками. Не всегда, но бывает такой момент. И Дойг он мог находиться в мешкане, и потому что там первосвященник, как бы понятный оппонент царя, и потому что там левиты, а Шмуэль отошел от Шауля, и пойди знай, что Шмуэль он замышляет. И Дойг уже наверняка догадывается, что Шмуэль помазал на царство Давида. И Шмуэль, как левит, он связан с мешканом. И все эти причины, как бы, говорят о том, что Дойг не случайно находится в мешкане. «И сказал Давиду и Мелиху, а нет ли здесь у тебя под рукой твоей копья или меча? Ибо тоже меч мой и вещи мои доспехи не взял в руку мою, ибо дело царя было срочным». Я только успел отдать распоряжение юношам. «Сам я выскочил, как есть, в надежде, что где-то по дороге у кого-то раздобуду оружие». «И сказал миросвященник меч Гальята, плешки, которого ты поразил в долине Эйла, вот он завернут в одежде за ифодом, если возьмешь его, возьми, ибо нет кроме него в этом». Теперь мы представляем себе, что в мешкане хранились все предметы, которые свидетельствуют о чуде. Там хранился сосуд с маном, который в свое время собрал маше и поставил его. Ман исчезал, как мы помним, или портился к утру в той банке, по всей видимости, стеклянной, которую собрал маше. Он не портился и сохранился вот до этого времени. Там же стоял посох, посох Аарона, который расцвел в пустыне. Там хранился медный змей, которого маше поднял в пустыне. То есть все свидетельства чуда, произошедшие, они хранились святая и святых. Там же хранился, как мы видим, меч Гальята, потому что сражение Давида с Гальятом было воспринято сыновьями Израиля и справедливо, как чистое, открытое чудо, которое сделал для них Всевышний. Меч Гальята был отдан первосвященнику, и он, завернув его, потому что нехорошо, нельзя входить с оружием в мешкан, по крайней мере, чтобы это оружие было на одежде, не спрятано под одеждью, а прямо было на одежде, нельзя входить в мешкан и первосвященник для того, чтобы не хранить такой меч, скажем, и символ смерти, и сам по себе как бы сделанный из железа, которое не очень приветствовалось в мешкане. Он завернул этот меч и хранил его завернутым за ифодом. Мы понимаем, что ковчег Союза не стоит в мешкане, и там, где должен был бы стоять ковчег Союза, там лежит ифод, то есть урим и туми, который первосвященник надевает, когда он надевает на себя одежды первосвященника. Вот нет подобному ему, говорит Давид, который хорошо знает этот меч, дай мне. И встал Давид и убежал в тот день от Шауля, и пришел к царю Ахишу в Гат. Давид не находит себе другого места, кроме как убежать в Гат, на что он рассчитывает. Трудно сказать, но мы, наверное, с вами все-таки здесь остановимся, и в следующий раз продолжим с этого места. Вот я приготовил для вас псалом, который Давид говорит в это время, и сам по себе эпизод, когда Давид изображает из себя сумасшедшего, он сам по себе очень-очень интересный и важный, мы постараемся посмотреть его в следующий раз. Да, я сейчас остановлю демонстрацию, и если у кого-то есть вопросы, мы можем попробовать разобрать. Кравзеев. Да, пожалуйста. Смотрите, я так понимаю, что Шмуэль же брал масло, помазание Давида, он же тоже из мешка набрал, да? И, насколько я понимаю, Ави Мелех был в этот момент тоже как бы пересвященником уже, да? Я помню. Вроде, кажется. И просто получается, что Ави Мелех был в курсе того, зачем Шмуэль брал масло. Логичный такой вывод. В Гемаре есть два мнения. И, скажем, то мнение, которое представляется более весомым, которое я взял для комментариев, да, у тебя иногда нет выбора. Надо, скажем, не приводить все мнения. Я считаю, что это неправильно. Просто ты стараешься прогнозировать, смотришь комментаторов и видишь, какое мнение является более реальным, более основательным. Я к тому, что в Гемаре есть мнение, что Шауль был помазан маслом Афарсимон, да, дорогим, дорогостоящим маслом которого, и который тогда еще не выращивали в земле Израиля. И где его достал Шмуэль, трудно сказать, мог и купить где-то у кого-то из товаров, привезенных из Египта. Но факт, как бы, да, я бы сказал, что факт, то что Шауль был помазан маслом, которое не брали из Мешкана. Единственный человек, который был помазан маслом из Мешкана, это Давид. Он единственный был помазан этим маслом. Ну, правильно, но я про это и говорю, что когда Шмуэль брал масло из Мешкана, чтобы помазать Давида, он же должен был объяснить... Нет, нет, он не брал масло. Он в Мешкане... Когда Давидом... Когда Давидом... А, когда Давидом... Он должен был объяснить, зачем он берет это масло. Это вопрос правильный. У меня, к сожалению, нет четкого ответа. Я думаю, что он ничего не объяснял. Что он как пророк... Что он как пророк пришел, взял масло и остаток его вернул. Не говоря ни слова. Потому что пророк, он не обязан отдавать отчет в своих действиях. Так что он мог просто сказать им, что у него есть пророческое повеление, взять масло. Все. То есть, как мог быть вариант, что я и говорил, зачем? А Абимелих мог мог знать, что Давид помазан? Или Абимелих не был уже? Или однозначно где-то говорится, что Абимелих не знал, что Давид помазан? Скорее всего, по его поведению, по поведению Абимелиха, можем представить себе, что он не знал, что Давид помазан. Он воспринимает его как слугу Шауля, и сам Абимелих видит себя как преданному слугу Шауля. И его заповедь, можно даже сказать, заповедь Торы предотвратить любой бунт против царя. И если бы он заподозрил Давида в чем-то, заподозрил Давида в чем-то, он бы его остановил, он бы его задержал, но он его ни в чем не заподозрил. И опять же, как вы говорите, знал ли он, что Давид помазан или нет, представляется, что нет. Опять же, Шмуэль мог, как пророк, никому не отдавать отчет, зачем он взял масло, сколько он его вернул и так далее. Окей, понятно, спасибо. Окей, что-то хочется еще спросить? Значит, я благодарен вам за ваше вдумчивое отношение к материалу. Я еще раз хочу подчеркнуть его важность и важность наших занятий. Мне представляется занятие пророками, изучение пророков совершенно необходимой темой. Вот, совершенно необходимой темой. И призываю вас и в дальнейшем прикладывать усилия. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно через почту. Буду рад ответить. У меня есть масса статей еще дополнительных, кроме написанных книг, есть масса статей. Если вы хотите задавать, пожалуйста, я вам подберу ответы. Всего самого доброго. Жду встречи в следующий раз. И еще раз спасибо за вдумчивое отношение к материалу. Спасибо вам большое.